всем привет меня зовут мистер ченнинг и у меня есть мотоцикл мечта harley davidson road king classic 97 года тем кто регулярно смотрит мой канал они знают что в этом году нам с road king исполнилось деревянная оловянная уже не помню какая-то короче свадьба если можно так сказать с road king а мы разменяли 10 лет совместной жизни но это достаточно такая большая серьезная цифра можно даже сказать что она круглая и пора наверное обновить обзор расходов на содержание обслуживания мотоцикла мечты потому что 10 лет ну и как бы можно сейчас уже прямо такую статистику прямо за 10 лет очень удобно и думаю что будет посчитать в марте 2021 года я уже делал что-то похожее но время идет все меняется да все дорожает включая там стоимость расходников бензина запчастей экипировки даже осаго там тоже подорожала вот но тут упомяну что пару лет назад я как-то считал и прям раскидывал расходы до что именно было приобретено на сумму свыше свыше 4000 рублей за одну покупку вот но в этот раз стекан такая будет более скажем так расширенная но я думаю что она будет более точно и такая более простая и более понятно постоянные участники наших виртуальных встреч и баталии знают что по натуре я зануда стараюсь учитывать все расходы то есть веду своего рода такой домашнюю бухгалтерию начал я этим заниматься в конце 2014 года но в контексте расходов на содержание ruad king это не сильно изменило конечную цифру да вот этот вот год 13-14 так как до этого времени я не успел особо там вложить у него какие-то крупные суммы давайте приступим вот у нас сейчас вы увидите первый график да общие траты включая бензин доставку покупку запчастей экипировку покупку инструмента покупку расходников тюнинга плюс прицеп там вот это все же его содержание составили 1 миллион 44 тысячи рублей за 10 лет вот но сюда не вошли кстати траты на покупку осаго и езду по платным дорогам вот как видно на нашей славной диаграмме да основная часть затрат который нас сегодня интересует это траты на запчасти тюнинг и обслуживание рассмотрим эту категорию подробнее потому что ну я решил так подразложить чтобы было видно наши так знаете более конкретизировать на что же ушла львиная доля всех расходов вот и львиная доля всех расходов ушла на скажем так покупку вот есть запчасти да и тюнинг и обязательные и необязательные вот категория ненужные траты это грубо говоря хотелки которые были не обязательно к покупке плюс запчасти для превентивного ремонта плюс покупка и содержание прицепа это у нас сумма 233 1304 рубля то есть 51 процент нашей вот этой диаграммы далее идут у нас обязательные траты то есть сюда вошли запчасти улучшайзинг то есть необходимый по моему мнению прокладки сальники расходники типа изоленты герметики и проще то есть вот прям вот обязательно вот эти вот запчасти именно не расходники в плане вот как мы понимаем там колодки да про колодки мы чуть дальше посмотрим а вот именно вот такая вот там мелочевка вот далее у нас идет затраты на покупку фильтров а там сумма составил там порядка 18 там лишь 19 тысячам рублей то есть три процента от всех расходов по этой диаграмме потом у нас идут расходы на масла 71 200 рублей грубо говоря до 10 процентов от всех расходов вот этих расходы на покрышки это 76 тысяч пятьсот девяносто шесть рублей это один из процентов и расходы на обслуживание тормозной системы 23 тысячи пятьсот двадцать рубля это как раз таки к теме про колодки и тормозную жидкость на графике отчетливо видно что большую часть затрат заняли у нас именно покупка хотелок и запасных частей но поскольку мотоцикл не стоит а ездит поэтому считаю что такие траты почти нормальными по поводу превентивного ремонта могу сказать что некоторые детали такие как например топливный насос компенсаторы другие менялись виду их ну мнимой старости да они критического износа или нестабильной работы подведем итоги во сколько же в итоге нам обходится один километр пути на мотоцикле мечты мотоциклы купил с пробегом примерно пятьдесят восемь тысяч миль или 93 тысячи там 341 километр сейчас пробег составляет сто семь с половиной тысяч миль и если разделить до перевести на километры то получается что мой пробег как раз таки получился в районе пяти десяти тысяч миль или восемьдесят тысяч там четыреста шестьдесят километров вот а если разделить эту сумму да на если в общем посчитать а то получается что мы тратим около 13 рублей на один километр пути эта сумма сразу скажу что она сознательно округлена в большую сторону и ну не знаю 13 рублей много это или мало за километр тут наверно каждый сам для себя решит при том что я езжу относительно немного и получается что средний пробег за сезон составляет там семь восемь тысяч километров вот и если сумму раскидать на один сезон до получается сто четыре тысячи я трачу на содержание мотоцикла на сезон то есть по двадцать тысяч в месяц ну сезон пять месяцев это вот прям вот впритык если считать он длится вот но я вы да в принципе много кто готов платить за эти деньги за то ощущение чая счастья за те эмоции до которые продает не дарит нет в контексте сегодняшнего видео язык не поворачивается так сказать что мотоцикл вам дарит эти эмоции нет он вам продает продает по 13 рублей за километр вот эти вот эмоции и ощущение счастья поэтому слово дарит здесь не совсем уместно повторю что эти траты с инструментом экипировка и запчастями доставка тюинга бензина на сага и езда по платным дорогам у нас сюда не вошли а возможно если бы это был простой японский мотоцикл то затраты были бы меньше так как все-таки возможности их тюинга не такие широкие как у харли дэвидсона но тут уж каждый сам решит и напишет в комментариях свое видение вот этих дел напомню что у нас есть замечательный telegram чат ссылка на который находится в описании под этим видео также мы каждые выходные проводим стримы на замечательные прекрасные темы фоновые не фоновые иногда без фоновых тем вот но стримы я заранее стараюсь анонсировать и у нас там теплая замечательная атмосфера и среднем присутствует там у нас 25-35 человек на стримах вот и обсуждаем так что кто хочет обсудить все какие-то вопросы даже не касаемо фоновой темы вообще касаемо харлиев welcome заглядываете вот стримы заранее анонсируется поэтому я не думаю что вы их пропустите надеюсь вам было интересно чуть-чуть полезно посмотреть данное видео спасибо вам большое за комментарий за ваше участие за вашу поддержку и наверное все да да наверное все что я хотел сказать будьте здоровы всем пока